Здравствуйте! В эфире программа «Азбукопотребители» с вами Мария Бодрова. Сегодня говорим о том, чем можно заняться в свободное время. Научиться стрелять из пневмовинтовки, отправиться в Жигулевскую кругосветку или сесть за штурвал самолета. Что предлагают самарские секции, сегодня разберемся по буквам. Тренировка в одном из бассейнов города. Руководитель группы Сергей Пузиков предупреждает, сейчас парни будут плавать 15 минут без передышки. С виду обычные потянутые ребята, но их выносливость может позавидовать любой посетитель фитнес-зала. Мальчишки идут на плавание, после тренировки побегу, и это не спарта, а морское многоборье. В морское многоборье входит 5 видов. Это плавание 200 метров, стрельба, 10 выстрелов из пневматического пистолета и бег на 800 метров. Летом добавляются парус и гребля. Парус 5 гонок и гребля километр гребут. Морское многоборье – это командный вид спорта. Занятия позволяют получить всестороннюю физическую закалку, воспитывают смелость, находчивость и решительность. Включать в себя плавание, дистанции от 100 до 400 метров, кроссовый бег, стрельба из малокалиберной винтовки, гребля на ялах, парусная гонка на ялах. Четырехборье, трееборье составляется из любых видов пятиборья. С командой весело все время, хорошо проводим время, ну и для физической формы. Ну это весело, интересно, и в крутосветку нравится ходить, так что все здорово, вот и выбрал это. Мышцы лучше прокачиваются за счет более широкого диапазона движения, чем в других упражнениях. Это означает, что они растягиваются и суставы становятся более подвижными. В свою очередь это способствует развитию гибкости и мобильности. Исследования показали, что гребля сжигает калории быстрее, чем тренировка на велосипеде при таком же уровне нагрузки. А заниматься ей можно в любом возрасте. Тем более тренировки получаются вдвойне полезными. Они проходят на Волге. Ходим в походы, у нас такие большие походы, как крутосветка, на яла садимся, идем. Там тренируемся также целыми днями, стоим по 14 дней там на усе. Там тренировки идут. Парус как раз, гребль летом, окрос. Здесь вот зимой плавание у нас идет, стрельба и переставая. В общем, каждый день тренируемся. Занятия проходят по часу каждый день. Стрельба, бег и бассейн. К занятиям допускаются дети с 6 лет. Записаться можно в одном из бассейнов города. С первого числа сентября по 15 сентября маленьких приводят. Там 7-летний, 8-летний ребенок приходит записываться. Родители приводят. Там тренера наши сидят, записывают. И вот год первый идет плавание, обучение. Потом добавляется на второй год бег. На третий год уже стрельба. А там уже парусы гребля. Сколько лет в обедке могут обучаться? У нас в школе они могут находиться до 25 лет. Если вы всю жизнь мечтали летать, то в Самаре есть и такая возможность. В этом году в нашем областном аэроклубе «Новинка» будут готовить пилотов на самолет-амфибию Че-22. Гидросамолет предназначен для морского и речного патрулирования, перевозки пассажиров, почты, груза и багажа. То есть ученики потенциально смогут найти себе работу по специальности. Сейчас в эксплуатации аэроклуба находится 16 воздушных судов. В штате работает порядка 70 человек. Уже открыт сезон парашютных прыжков. У нас есть авиационный учебный центр, который сертифицирован по нормам гражданской авиации. Соответственно, есть 4 воздушных судна, на которых мы обучаем пилотов, любителей частных пилотов, как сейчас говорится. Обучаем. Потом программы подготовки, переподготовки. Новичку обещают массу впечатлений для того, чтобы прыгнуть. Достаточно прийти в аэроклуб. Там вас проверит врач и скажет, можно ли допустить к полету. Потом около двух часов практики и вас запускают в небо. Причем прыжок с высоты почти одного километра придется совершить самостоятельно. Пытаемся развивать планерную тему. То есть у нас в Самарской области планеризмом уже лет 40 никто не занимается. Поэтому мы сейчас приобрели самолет Вильга, буксировщик планеров и два планера. У нас сейчас находятся на заводе в ремонте. То есть они возраст достаточно солидный. Но тем не менее, они пройдут капитальный ремонт. И я думаю, что в этом году мы это направление откроем. С весны открывается набор на обучение полетным программам пилота-спортсмена и частного пилота. По окончании обучения выдается пилотское свидетельство. И вы с гордостью можете отправляться в свой первый полет. Открывайте для себя новые горизонты. Надеемся, что наши советы были вам полезны. Все выпуски программы «Азбуки потребителя» вы можете найти на сайте телерадиокомпании «Губерния».